Девушки отдыхают В общем, начнем просто с определения самого начала, что такое ГМО. Есть два определения. Первое юридическое, которое говорится, что ГМО — это организм, чей геном был изменен искусственно. А второе определение, более научное, — это просто организм, чей геном был как-то изменен, просто модифицирован. И если смотреть с этой точки зрения, то каждый из нас ГМО. Я ГМО, вы ГМО и так далее. А почему? Ну, сейчас объясню. Посмотрите на меня, на себя, потом еще раз на меня, потом еще раз на себя. И вы, ну, заметите огромное количество отличий. Чем эти отличия обусловлены? Они обусловлены тем, что я не вы. В моем геноме немножко другие гены, чем у вас. В основном они схожие, потому что я человек, и вы тоже человек. Ну, некоторые особенности есть. И, например, на каждое поколение есть 50 спонтанных мутаций. Это нормально, это хорошо, так должно быть. Мутации сам по себе происходят. Не искусственно, никак, просто сам по себе. Это биологический процесс. Между многим и кем-то не из моих родственников, скорее всего, около 3 миллионов различий в генотипе. И из этого следует, что мутации, которые возникали когда-то, там, при отделении клеток, еще при чем-то, это двигатель революции, на самом деле. Почему? Потому что если бы мутации не было, все были бы одинаковыми, и сейчас на улице были бы самые первые такие бактерии, которые только появились, и все, они бы не развивались. Если бы все-таки хорошо так делалось. То есть все репликации, рекомбинации и другие молекулярные биологические процессы проходили идеально, хорошо, то ничего бы не было. Но, к счастью, они не идеально проходят, и поэтому есть мутации, которые обуславливают то, что среди нас такое огромное количество разных людей, и что на Земле есть такое огромное видовое разнообразие. Именно мутации обуславливали кемберийский взрыв, когда где-то полмиллиарда лет назад, когда образовалось огромное количество видов. Именно мутации делали это все. Ну, вернемся как бы к ГМО. Вообще, почему его боятся? Многие боятся просто из-за незнания. Они думают, что ГМО — это что-то там какие-то злые ученые сделали, вкололи, я не знаю, в этот помидор, и он стал каким-то большим, либо уродливым и так далее. На самом деле ученые не могут что-то сделать не то что во вред, а на прикор природе. Они используют природные системы, природные методы. И как раз они все чистые, экологические, если можно так сделать. ГМО занимались очень давно. Не мы, не какие-то люди, а просто природа. На самом деле. Потому что ей надо было модифицировать какие-то организмы, какие-то геномы у них. Вот, например, в современной технологии ГМО, вот, показаны, есть у нас так называемые агробактерии, у которых есть вот плазмиды, такая синенькая. Это специальная кольцевая, тут почечная ДНК, которая создана для того, чтобы вселяться, вселять определенный маленький такой ген, маленький участок в растение. Она берет, как-то там попадает в растение, специальными белками она вселяет этот кусочек ДНК в ДНК растений, и растение вырабатывает специальные ферменты, специальные вещества, которые нужны этой бактерии. А растения вообще никак не нужны. И как используется эта технология современному ученому? Они просто меняют тот ген, который вставляется в растение из природной плазмиды на той, который им нужен. Там ген, который обославливает устойчивость к холоду, гепицидам и так далее. И когда они вставляют, у нас растение получается устойчивым гепицидам или еще почему-то. А, хорошо. Вот, поднимите руки, кто ел когда-нибудь батат? Никто не ел, нет? Ну, где ел, на самом деле. В общем, чем история с бататом? Батат – это такая сладенькая картошка, она такая вот такая, ну, вот как на картинке есть. Похожа на картофель, немножко другое. Он сладкий, и у него консистенция немного другая. Он был образован где-то тысячи лет назад. И самое интересное – это как он был образован, на самом деле. Вот та агробактерия, про которую я рассказываю перед этим, она может селяться в любые растения. И вот как-то однажды агробактерия попала в картошку, тоже изменила ее генотип, и получилось, что у нас? Получился батат. И получается, ГМО уже люди едят где-то тысячу лет, даже не зная об этом. А современные ученые используют такие же технологии, какие были использованы при выведении как бы батата, хотя он вывелся просто так сам по себе. Но никто обычно об этом не знает. Кстати, у меня будут вот здесь внизу такие ссылочки. Это просто показано то, что я не соколы буду на уши вешать, а это подтверждено нормальными научными исследованиями и опубликовано в нормальных научных редисируемых журналах. Ну, сейчас просто поговорю по исследованиям, на которые обычно ссылаются анти-ГМОшники. В общем, это такие люди, все понятно. В общем, они ссылаются на исследования такого ученого Сиролиния. Это француз, если не ошибаюсь, который брал крыс, кормил их там ГМО, еще чем-то, который на группу он не кормил ГМО, и у него получаются вот такие крысы с такими большими опухолями. Эти опухоли, они действительно раковые, да, это рак. Но как-то раз он опубликовал это в нормальном редисируемом журнале, но после того, как он это опубликовал, где-то через пару месяцев его отозвали. Почему? Потому что он допустил в своей работе огромное количество статических ошибок. Во-первых, и во-вторых, эта работа не была достоверной, потому что он взял крыс, который выводили специально для изучения рака. И так получилось, что у них, у самих, просто очень часто возникает раковая опухоль. Ну, потому что крысы к ней. И потому что их там кормили ГМО или не ГМО. Вот. И еще он, ну, в общем, он делил на группы крыс, те, которые ели ГМО, те, которые не ели ГМО. И он говорил, что вот в одной... А, и было несколько этих групп. Вот в одной группе крыс, которые ели ГМО, чаще болели раком, чем в контрольной. Это то же самое, что сказать, я возьму вот, например, 10-рублевую монетку и 5-рублевую монетку, и буду ее бросать вверх, вниз и и ту, и ту. И в одной будет чаще выпадать орел, а в другой – решка. И говорю, что вот эта вот копеечка, она какая-то не такая, я там, не знаю, орел чаще выпадает, а вот здесь решка выпадает. Нет. Это все в пределах статистики, и все это нормально. На самом деле, по его же следам, по его же данным, в некоторых группах, которые ели ГМО, крысы жили дольше и меньше страдали раковыми заболеваниями. Это фотографии Ирины Ермаковой, доктора биологических наук, лерефизолог, если я не ошибаюсь. Одна из самых активных ученых у нас в России, которые тоже выступают против ГМО, у нее тоже были исследования. И вот здесь внизу эта ссылочка на опровержение ее исследований, на самом деле. Потому что она тоже допускала огромное количество статистических ошибок и так далее. На самом деле, эти исследования мог проводить любой статист. И у него получилось было лучше. Почему? Потому что он лучше знает, как проводить эти исследования. Без разницы, там физиолог проводил или биоинформатик даже. Если статист занимается этим, он знает, как лучше сделать так, чтобы сам эксперимент был чистым, и сами исследования тоже были чистыми, и лишены всяких ошибок статических. Вот. Ну и по поводу того, опасны ли ГМО, и как вообще могут ДНК вселяться в геном человека, если он просто возьмет их и съест. Это исследование, вот ссылочка на нее. На самом деле, там ученые, если я не ошибаюсь, избирали просто куски ДНК, которые кодировали флюористентный белок. В общем, если этот белок не вырабатывается, если эта ДНК работает, то появляются белки, которые светятся. И потом, если фонаришком посветить специально, они будут светиться. Так вот, эти ученые кололи их в организм, да, в сам организм, в мышцы, в кровь и так далее, если я не ошибаюсь, в органы какие-то тоже кололи. И это показывало то, результат показывали, что эти ДНК не переживались. Они были просто как чужеродные, они выводились из организма. И кормили их тоже, и ничего не было, и этих флюористентных белков не было. С одной стороны, это как бы не очень хорошо, потому что было бы весело, когда можно было просто вот так ДНК скормить, и оно бы было уже в геноме. Но с другой стороны, здесь как бы вселяет надежда на безопасность как раз ГМО. Вот, а здесь ссылочки на исследование безопасности ГМО. Здесь были приведены мета-исследования. Мета-исследования — это исследования, когда берется огромное количество исследований, и из них делают просто статистику. Вот справа — это все организации, которые считают, что ГМО безопасно. Здесь Всемирная организация здравоохранения, Национальная академия наук США, Королевское сообщество медицины в Америке, ой, в Англии, извиняюсь. И все такие, ну, примерно, нормальные, уважаемые организации, которым можно спокойно верить, потому что они занимаются нормальной наукой, а не проплаченные, какой-то, ну, в общем, двусторонне. А вот слева — это Михаил Сергеевич Гельфанд, биоинформатик, еще и математик, русский ученый, который также выступает за ГМО, который проводил, ну, не помню, он разоблачал исследования, и он также делает некоторые лекции по поводу ГМО, если кому интересно, можете посмотреть. Вот, а сейчас немножко расскажу о селекции. На самом деле у нас есть четыре вида селекции. Самая первая, самая древняя — это отбор. Вы берете килограмм пшеницы или сколько там садите по всему полю, выбираете самые лучшие, остальные съедаете, либо как-то удаляете, самые лучшие опять садите, повторяете сто раз, сто лет, может это получиться. Вот, и на самом деле, что мы здесь делаем, мы тоже выбираем самые хорошие, нежели на то, что у нее геномы будут прописаны, что они самые хорошие, то есть. Вот. А второй способ — это гибридизация, ну, понятно, берете там один вид картошки, устойчивый там, например, к колорадскому жгам или еще к чему-то, и второй вид, который большой. Скрещиваете, у вас получается что-то средненькое, и опять скрещиваете, 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 и у вас получается, ну, какой-то новый сорт с новыми признаками или просто с комбинацией тех признаков. И тоже это очень долго и так себе надежно на самом деле. Просто может не получиться. Третий способ, который очень хорошо и очень часто использовался в 60-х, 50-х годах, это мотогенез. Вы берете пшеницу, или что вам там нужно, обрабатываете ее ядерными, ну, либо изотопами чего-то, либо химическими элементами, которые брут их дырка и просто вот так вот все режут, что ломают и исправляют. Вы их потом садите. Скорее всего, у вас большая часть не взойдет, потому что будут задеты какие-то основные и важные гены. А те, которые взойдут, будут просто уродами. Они будут с большим колосом, с маленьким колосом, если пшеница, например. Цвет какой-то другой может быть. И просто есть вероятность того, что из этого всего будут те, которые соответствуют вашему желанию. То есть, если вы хотели большой колос, то может быть какая-то есть вероятность, что вырастет нормальная пшеница с большим колосом. Но здесь проблема вот в чем. То, что мы изменили колос и его размер, например, это не значит, что мы больше ничего другого не изменили. Может быть, там у него начали вырваться другие ферменты, белки, которые нам, ну, как-то есть, не рекомендуются, например. И были случаи, когда вот картошку... Ну, картошка, ядовитые растения, все знают, наверное. Может, никто не знает. В общем, на самом деле она ядовита только в стеблях и в листьях. А в клубне она не ядовитая. В общем, там есть такой алкалоид солонин, который на самом деле ядовитый. И почему, кстати, по зеленевшей картошке тоже есть нельзя, потому что на ядовитой там тоже есть этот алкалоид солонин. И вот как-то выводили мотогенезом, выводили долго-долго-долго картошку, выбрали на предмет красивого клубня, все, пустили ее в продажу. Потом люди начали травиться, и оказалось, что у этой картошки было большое количество солонин. Просто из-за того, что они проверили ее. Так, ну и последний у нас способ – это генная модификация. Самый новый, самый безопасный, самый точечный и эффективный, если так можно сказать. Почему? Все, что мы делаем в селекции, мы изменяем гены. Мы изменяем гены так, чтобы они вырабатывали то, что нам нужно, либо придавали какие-то признаки растению. И в этом генная модификация имеет несколько плюсов. Во-первых, это очень быстро, во-вторых, это точно. И в-третьих, мы точно знаем, что мы делаем, и как мы меняем гены. Ну а здесь просто сейчас игра будет такая ГМО, не ГМО. Вот такая фиолетовая картошка. Вот кто думает, что это ГМО? Да, на самом деле это выглядела тоже обыкновенная селекция. Вот. Это тоже такие маленькие, не знаю, что это, арбузик, не арбузик. Да, в общем, это гибрид. Гибрид огурца с арбузом, и он тоже не ГМО. На самом деле я просто хочу показать, что не ГМО тоже может быть страшненький и не красивенький. Но вот это кто думает, что это ГМО? Нет, это не покрашенный, нормальный, который... Они полностью чистые. То есть тоже был выведен на селекции, я уже не помню, когда точно, где-то в 2012 году. Здесь просто у него есть такие... У этих кукуруза есть гены, которые прыгают туда-сюда, и поэтому цвет у них разный на каждом зернышке. Вот. А вот это вот самое любимое, конечно. Увидел бы я, я бы сказал, да, что это ГМО. На самом деле этот вид был выведен 200 лет назад. В нем убит белок миостатин. Вообще, вот здесь нужно просто коснить, что белок миостатина блокирует рост мышц. Большие мышцы для эволюции – это тоже плохо на самом деле, потому что если пустить такого быка в лес, он умрет. Потому что, ну, он не сможет нормально двигаться, он не сможет проходить в силу своих огромных мышц. И поэтому быку хватает, может, поменьше. И для этого существуют специальные белки. И вот этот белок миостатин, он просто обыкновенной селекции был убит. Ну, просто попался такой бык с мутацией, с отсутствием миостатина, и его потом просто разводили. И вот они до сих пор такие огромные и, в общем, страшные. Вот. И еще одно, зачем мы делаем всю эту селекцию. Вот слева – это вот, вот, вот. Это прядок современной капусты. Все капусты, что у нас сейчас есть. А справа – это обычный обыкновенный капусты и капусты. Тоже найдите 10 лич. На самом деле, все культурные растения, которые у нас сейчас есть, которые выведены с селекцией, они уроды. На самом деле, генетические уроды. Почему? Потому что эволюция никогда бы этого не сделала. Если у нас есть большой голос в пшенице, скорее всего, на него идет очень много энергии, его может не выдержать стебель, и поэтому, скорее всего, эволюция его бы не сделала. Потому что эволюция делает те виды, которые будут устойчивы. Почему, например, никто не селекционирует, не знаю, обыкновенную траву? Ну, потому что она, во-первых, не нужна, а во-вторых, потому что сама эволюция уже сделала из нее такую траву, которая просто будет устойчива. Она будет заполнять все поля. Вот если поле не обрабатывает там его, они выдергивают все плохие растения, которые нам нужны, оно все равно, во всяком случае, зарастет какими-то сорняками и так далее. И в этом плане сорняки очень хороши, потому что они вытесняют все культурные растения, потому что они были выведены эволюцией для того, чтобы выживать, а не для того, чтобы коробить нас или кого-то еще. А это исследования были тоже такие мета-исследования, если не ошибаюсь. По поводу пестицидов. Здесь на графике, в общем, показано процентное соотношение по сравнению с обыкновенными сортами ГМО сортов по некоторым факторам. Вот, например, это урожайность. В ГМО-сортах на 20% там больше. По поводу пестицидов. Пестициды – это химия, химия не очень хорошая. По поводу пестицидов, они на 36,9% меньше. А почему? Потому что пестициды не обязательно обрабатывают ГМО-растения, потому что они могут быть сами по себе просто выведены для того, чтобы сопределяться чему-то. Например, если вы обрабатываете поле обычное от насекомых, вы используете больше пестицидов. Почему? Потому что можно было бы сделать ГМО-растение, которое устойчиво просто к этим насекомым и не обрабатывает его пестицидами. И поэтому на 36% просто меньше пестицидов. Но потом еще к графику вернемся, потому что надо будет еще кое-что показать. Вот, по поводу плюсов ГМО. Что нам может дать ГМО? У нас в мире есть такая проблема. В странах Юго-Восточной Азии, в общей довольно бедной странах, это абитаминоз. Вот, в частности, нехватка витамина А. Почему? Потому что основной частью рациона их составляет рис. Просто обыкновенный рис такой беленький, а в нем витамина А практически нет. И он не усваивается. И поэтому сейчас очень остро стоит проблема в том, как эти люди не погибают, потому что погибают в год около 200 тысяч людей. От около полумиллиона слепнут каждый год из-за этого, а половина из них умирает. Что придумали? Придумали генометифицированный рис, в ген которого, если я не ошибаюсь, ген нарцисса. Нарцисса или кукурудза. И этот ген обославит выработку бета-каротина. Бета-каротин – это предшественник витамина А. Если вы его употребляете, у вас в организме будет нормальный количество витамина А. И вот, и этот рис, вот, кстати, ссылочки на его исследование, на его выработку. И его сделала компания «Сингента», тоже такая компания, которая занимается генометификацией организмов. И его бесплатно доставляли фермерам. То есть в Юго-Восточной Азии, в частности на Филиппинах. Фермеры вообще ничего не платили за него, выращивали себе. Ну и казалось бы, что хорошо, мы выращиваем бесплатный рис. Рис этот расходится по людям, и люди получают достаточное количество бета-каротина, не слепнут, не умирают. Казалось бы, что все хорошо. Но проблема в том, что люди не очень хорошо относятся к ГМО. И после того, как просто посадили этот бесплатный рис, который мог бы спасти миллионы жизней, ну да, в годы миллионы могли бы спасти, его просто берут и разрушают, потому что он ГМО. И Грин Пис тоже выступал против этого риса. В частности, вот здесь тоже, если не ошибаюсь, филиппинцы, которые выступают против ГМО. И в частности против золотистого риса. Хотя мы могли спасти им жизни. Еще одна проблема. Это проблема количества еды. Вот здесь вот график населения по годам. А внизу вот эта вот опять диаграмма, которая была перед этим. У нас сейчас очень остро стоит проблема населения, перенаселения земли. И поэтому нам нужно откуда-то брать еще еду, дополнительную еду. И здесь нам органика и обычная селекция не поможет. Потому что, чтобы выводить обыкновенные селекции сорта, которые бы давали огромное количество урожая, нужны тысячи, ну, может, не тысячи, а сотни лет, на всяком случае. А у нас времени нет, потому что вот эта графика, которая не устанет ползать вверх. И поэтому, а здесь генометрификация нам может очень хорошо помочь. Вот, я опять показываю на вот эту вот рамочку. Это урожай. Урожай на ГМО-полях обычно больше на 20% примерно. И здесь нужно понимать одно. ГМО-сорта не всегда делают для того, чтобы поднимать урожая. Иногда их делают для того, чтобы они были устойчивы к гербицидам, к пестицидам. Иногда делают, чтобы такие, чтобы они были устойчивы к холоду, к засухе, к насекомым и так далее. И поэтому не всегда вот этот вот столбик очень огромный. Ну, если их делать, чтобы было больше урожайность, то, конечно, там урожайность может быть даже в разы больше. Но просто эти проблемы в том, что они всегда делают. Так, вот самое любимое. Поднимите руку, у кого есть знакомые с диабетом. Ну, у меня тоже, да, я знакомый с диабетом. В общем, в чем история с диабетом? Диабетикам нужен инсулин. Ну, многие это знают. И когда начали лечить это заболевание, была острая проблема. Откуда их убрать? Раньше использовали свиной инсулин, убивали свиней, добавили свиной инсулин и вкалывали его людям. Ну, понятно, свиной инсулин не человеческий, он там на 6 пунктов отличается от нашего. И его не хватало, кстати, тоже. И здесь к нам на выручке пришла генная медификация. Где-то в 70-х годах взяли бактерии, в их геном вселили ген, который отвечает за выработку инсулина, и эти бактерии просто сами по себе начали кучу инсулина этого вырабатывать, который совершенно им не нужен. И поэтому мы могли спокойно получать человеческий инсулин вот в некорраниченных дозах. Что это спасало многим жизнь, и до сих пор спасает. И большинство инсулин, которое у нас сейчас есть, он человеческий, но свиной, я не думаю, что кто-то согласится. И здесь на самом деле история такая, что можно вырабатывать большое количество видов, ферментов, белков и так далее таким способом. Например, лекарства от малярии, вот это, наверное, малярийный комар, тоже, лекарства от малярии тоже можно так вырабатывать. Брать фермент, который вырабатывается, вставляя в бактерии, размножая бактерии, они вам делают его бесплатно и в некраничных количествах чем-то из растения добывать. Здесь очень красиво из растения добывают. И самая верхушка, наверное, геномодификации это лечение генетических заболеваний. На самом деле, вот сверху ссылка на исследование, которое показывает, что можно вылечить дельтонизм геномодификации и на самом деле геномодификации. И это было достигнуто. Шимпанзе, которое было с детства слепое, в детеночке, если я ошибаюсь, его геном изменили, так что в глазу начали вырабатывать необходимые для различения цвета вещества, там, колбочки, если не ошибаюсь. Вот. И поэтому просто это Шимпанзе опять начал видеть. И видеть нормальное, с цветами, с семь. И здесь надо понимать, что можно лечить многие такие заболевания. Например, наследственная форма рака, которая тоже обуславливается чем-то в геноме. гемофилии, которая тоже обуславливается несвертываемого скрома, тоже там просто мутация гена происходит, которая отвечает за то, что у нас не вырабатывается необходимое вещество, чтобы кровь свертывалась. И это можно лечить, можно брать ген, который вот неправильный, такой весь плохой, и заменять его нормальным геном, который будет вырабатывать нормальные вещества, необходимые для, не знаю, ну, для того, чтобы он завидел, или что-то еще. А вот это самое интересное, здесь исследования, такие уличные исследования, 400 казанцев рассказали вот о своем отношении к ГМО и генам. И если видите, вот эти вот опросы слышали про ГМО, считают ли, что это опасно, ну, примерно где-то одинаковый процент, здесь 85-74, где-то около 80%. И вообще все в ЦИОМ тоже делали опрос, там тоже около 80%. И здесь, в общем, вот это вот понятно все, а здесь справа вот самое интересное, здесь может не видно, согласны ли вы с тем, что любые пищевые продукты, содержащие гены, должны быть изъяты из продажи, а их импред и производство запрещены. То есть это самое веселое, да, потому что с этим согласилось 47% вообще всех вот этих 400 людей, просто надо лестничать, что гены есть почти везде. Их нет, наверное, только в соде, в воде, там, в соде, в сахаре. И все. На самом деле. И здесь 47% это еще более-менее. Я вот проводил опрос, как там 100 с чем-то человек тоже мне удалось спросить. Я спрашивал, опасно ли ДНК. И 66% иркутянами сказали, что да, это опасно. И да. Да. В общем, здесь этот опрос показывает просто, что люди обычно не знают, что такое ГМО, с чем это связано и как его делают. И поэтому они думают, что гены, это что-то такое, что сидел человек, а в обычном яблоки там генов нету, а оно чисто экологическое. Вот. Еще немножко про компании. Компании, которые сейчас занимаются генной инженерией, которые ее активно вводят в массы, здесь только, ну, пару компаний. Монсанто, самая большая, самая страшная, его недавно купил Байер. За 66 миллиардов долларов. То есть, где-то как Руснефть, немножко больше. Вот. А вторая, это Сингента, которая тоже где-то примерно 40 миллиардов долларов стоит. И многие просто начинают и Монсанто уже с 100% нарицательным словом. Поэтому все очень не любят Монсанто, вот, особенно антигомощники. Потому что, ну, оно просто занимается, убивает людей, там, вырабатывает супер какие-то, ГМО, которые всех убивают и всех режут. Вот. Ну, на самом деле, здесь Монсанто монополист, ну, вместе с Ингентом может. Почему? Потому что вывести на рынок нормальный сорт ГМО очень дорого. Дорого не потому, что его тяжело сделать, нет, сделать его легко довольно. А дорого потому, что нужно все исследования, которые нужны, чтобы ГМО-сорт прошел. Они очень дорогие и очень объемные, на самом деле. Потому что все боятся ГМО, и поэтому, чтобы допустить этот сорт на рынок, нужно его досконально проверить. Просто каждую песчинку, все. А что, кстати, не скажешь о обычных растениях, выращенных в традиционной селекции? Потому что, значит, в традиционной селекции что-то может пойти не так. Ну, кстати, про картошку было, там, пошло не так. Ну, вот я хочу закончить лекцию словами Генри Хорда. он как-то говорил, что если бы он делал тоже то, что его просят люди, то они бы до сих пор ездили на каретах. В общем, у меня все. Если у кого-то есть вопрос, можете задать. Да? Ну, самое интересное, что насчет человека? По поводу человека, если хорошо напомнили, исследование над человеком проводится, сейчас могут проводиться только в Англии, их недавно разрешили, и то над эмбрионами, и то этот эмбрион не должен вырасти, его должны убить перед тем, как он вырастет. Вот. А на самом деле были исследования, сделанные в Китае, незаконно, где-то там в закоулках, но на них никто не смотрит, потому что, ну, они так себе, неузаконенные. Вот. Ну, а на самом деле можно очень много чего лечить, и, как я уже сказал, наследственное обычное генетическое забывание, которое послал меня тем, что в Киине что-то не так. Вот. Еще? Ну, я еще. Да. То есть, допустим, сколько вы водили собак? разные породы собак. Да. Такие интересные. Это мысль не дает покоя. То есть, можно же водить разные породы людей, но только с помощью гомо очень быстро. да, можно делать суперлюдей, и здесь состоит этический вопрос, на самом деле, потому что вмешательство в человека это как-то тоже не очень, потому что все боятся. И можно, да, можно сделать человека очень сильного, очень умного. Главное найти гены, которые за это отвечают. Может быть, это не один ген, может быть, несколько генов, но, скорее всего, они за это отвечают. И можно сделать супербольших, суперсильных, суперкрасивых, и еще каких-то людей с нужным вам признаком. Но здесь восстает этический вопрос, потому что все думают, ну, блин, суперчеловек это как-то не очень классно. Ну и время. Время, ну да, просто нужно сделать так, чтобы люди понимали, что гены инженрии это не всегда плохо, и это вообще неплохо, если честно. Вот. Все.